Песня Господи Иисусе, естественный Бог, благослови нас, Господи, сделай умно, чтобы было быстро, умно принятие истины Твоей, Господи. Песня 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 что читал? Своими словами. Послание поступило. Ты его читаешь. Первый раз его слышат в Коринфяне. И некоторые говорят, я не знаю как. Толкование вот такого, теперь у нас ум-то навострился по толкованию. А тогда-то не было толкования. К каждому слову можно придраться. К каждому. К любому. Господь говорил, когда в словах его старались уловить. Специальные книжники, ученые люди приходили. Сегодня все точно так же получается. Вот здесь, говорит, учитель вселенной. Но от бесконечно большого к бесконечно малому. Можем мы переходить? Нет. Но в рассуждениях. Вот, допустим, государство. Вот в Испании, когда избирает короля, ну, ясно дело, что человек очень... У него должно быть два высших образования и академия военная. Найди такого. Да среди них еще конкурс будет. Ну и когда король-то последний умер-то, поступило 4 тысячи заявок, которые без всего этого, говорит, мы можем завоевать. Они думали, что вот должность короля, это... Ну, кто возьмется? А тут 4 тысячи сразу нашлось. Но как бы они руководили, никто не знает, потому что всем было понятно, что это выскочка. Он выскочил, а дай дальше. Он не знает все. Вот перед тем, как избрать Зеленского, Владимира, на Украине, еще он не президент был, только готовился. И он уже, ну, клоу. Он вот так вот представление, ролик можно открыть и посмотреть, как пьяный. Изберите меня президентом. В 3 раза больше зарплата будет. А как только выставите президентом, вот вам! И все ха-ха-ха. То есть обещают 3. Крым сразу возьму. Ну и все такое. А сам падает, как пьяный-то. И люди хохочут. Так все получилось? Ты уже оказался в связи с считающим, считаешь без ошибки. Вопрос должен возникать, который расшифровывает, что написано. И несколько лет назад, давненько уже, я однажды прочитал такое. Вот война. Война не смотрит. Какой? Бывает и маршаловку убьют. Черняховский. Уж до самой войны почти дошел. Снаряд разорвался. Через сиденье пробил его. И он умер. Человек в большом авторитете был у Сталина. Они ни на что не посмотрели. А на его место таково. И вот это надо думать. И стали думать. Почему, когда убьют старшего полковника, в атаку везти? Ну, следующий подполковник, майор, капитан. А в это время младший лейтенант выскочил из закопов и повел в атаку. Почему не тот, который подполковника совсем низкого звания-то? И стали думать. Вопросы серьезные перед военными академиями. И нашли. Там много разных качеств должно быть. Но шесть. Шесть абсолютно точно должно быть. Качество лидера. Слышал про это? Даже коров правильно пасти. И то у тебя должны быть эти качества. Ну, кто знает? Я уж не раз проходил эту тему. Шесть качеств лидера. И тогда стали по этим качествам смотреть. Тот, который выскочил у него. А которыми больше звания-то. А у него этих качеств нет. Притом эти качества должны быть у каждого священника. У каждого старосты. И в конечном счете. От бесконечно большого к малому что? Когда спросили, что такое политика. Вырази политик одним словом. Ну, не один. Там два-три слова. Владимир Ильич Ульянов сказал. Умение управлять государством. Бесконечно большое. Больше государства ничего нет. Земля только. А для государства умение управлять областью. Краем. Умение управлять городом. Умение управлять улицей. Домом. Подъездом. Квартирой. С семьей. С самим собой. То есть бесконечно. И вот так вот переходят. И видят, что и в семье неладно. И там не может. Кого-то можешь руководить. Когда баба там все за... К слову сказать, у нас как раз женщины. Если мужчины сбиваются, они почти роли никакой не играют. А наоборот на их сторону попадают. Ну, это... Отвечать очень легко. Если она с Богом, ему ее не тронуть. Он раза два зубы обобьет и все. А так начинает делать то же самое. И слухи распространяет так же. Откуда ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Считал вот такое? Откуда ты знаешь муж и спасешь ли жену? И вот здесь. Запомни, запиши себе. Первое качество лидера. Лидер. Лидер это... Лидер это вести. Водителя. Первое качество. Прям все схватили ручки, бумаги. Писать начали. Не один. Первое. Воображение. Ты решил переехать или решил купить. И решил завести хозяйство. Фейнбером стать там. Воображай, что за этим потребуется. Сумеешь ли ты землю эту отбить? Какие те, кто землей владеет? Могут они разоряться? Ты видишь, ведут неправильные... Вот Долгов. Он сумел это рассмотреть. Вы знаете Долгова? Как его звать? Евгений. Евгений. Евгений Величачев. Алексеевич. Он начинал-то с 4 гектаров. А сейчас сколько у него? 6-700, наверное. Может, этого больше. Тысяч. Он постепенно наращивал ее. Тут какое-то поле едем. Вот такое. Я гляжу, и оно вот так. Он меня взял и повез по полям показывать. Я говорю, вот это поле сделает. За два года я бы его выровнял как. А пахать стал бы не так, не пахать, который идет. А вот так вот. И растягивать. И земля бы эти жидвенную. Я вопрос еще задаю, и он сразу отвечает. Мало то, если в Аргентину или куда учиться, Южной Америкой. Значит, первое воображение. Воображение. Что за этим потребуется? Как будут реагировать люди? А являются ли авторитетом? Если я не выскочу, все будут съесть, ждать в окопах, пока их засыпят, пока танки начнут утюжить их. Второе. У него должно быть знание. Знание. Что за этим последует? Не просто женись, да и все. Как дальше будешь? Где будешь жить? Где будешь работать? Какой достаток? Как дети? Где учить надо? Ты вообрази все это, а потом знание. Но знание должны подтвердиться умением, воплотить знание. Третье качество. Умение. Умение. Четвертое качество. Какое? Решительность. Серафима спросили Саровского. Говорят, почему тот смог, а я не могу. Решимости не хватает. Ты сделай первый шаг, а там, глядишь, и на тобой другие пойдут. Решимость должна быть. Шестое, пятое качество считается нехристианским. Беспощадность. Да как я же христианин. Беспощадный должен быть к разгильдяйству. Не пошел мам? Оставил их. В следующий раз хотел идти, Павел говорит, нет. Ну я хочу с вами тут, то ли, молодой же парень, там, по мамке соскучился или что. Что у тебя дядя есть, он двоюродный, ты иди с ним. А я избрал цвета, пошел. И для пользы дела уже два источника пошли. Считали про это? И последнее качество, вот эти качества, я знаю, у нас есть люди и в общине, которые могут. Последнего качества нету. А одно качество, вот это все, и решимость, и работоспособность, и знаний у него хватает. Последнего нету. Нет, и он дальше не может сдвинуться. Последнее, шестое качество, привлекательность. Привлекательность. Это природное дается. А может этому научиться, на время. Но его все время будет выбрасывать. Выбрасывать, а люди будут так, вот, у кого ты с собой-то не владеешь. Чуть-чуть, только я ушел, ты уже меня получишь, почем зря. Ты правила нарушаешь, приняты уставы. Никакого авторитета нету, привлекательности в этом нету. Вокруг тебя такая шваль собирается безмозглая, и ты всех терпишь. Почему не обрубил всем хвосты? А так привлекательность может быть, когда одна грязь вокруг? Нет. Вот шесть качеств. И ты ими хорошо займись сегодня. Пять ты можешь выработать знаниями, настойчивостью. Пошли дальше. Я говорю, от бесконечно малого, от бесконечно большого уровня проходить надо. И наоборот. Второй стих. Прошу, чтобы мне по пришествиям моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Толкование. Прошу, говорит, не вынуждайте меня сильно воспользоваться моей силой, ибо словом смелость называет силу свою, которую думаю употребить, то есть, которую предполагаю, думаю или намереваюсь, так как меня вынуждают к тому употребить против клевещущих, будто мы лицемеры и хвостуны. Ибо это значит слова, что мы поступаем по плоти. Заметь, что смелостью называет намерение ответить некоторым, хотя намеревается сделать это не за себя, но за проповедь. Научителю более, соответственно, быть медленным в наказаниях, нежели тотчас же прибегать к ним. Привлекательность. Ну вот вы заходите, когда вот отсюда в окно даже видать флаг висит российский. Ну, сзади вот такой вот там это, курица урожливая, две головы вырослали. Она не гожая. Вы где слышали объяснение плага этого? Сам когда-то задумался, а этот флаг российский такой большой империи, можно сказать, это не просто так. А чтобы выступать, говорить, а мне пришлось говорить по телевидению, неоднократно выступать по радио. Я занятия вел по радио, специальная программа моя была, радиостанции. Каждую неделю три раза выступать. И поднял этот вопрос. Передо мной сидят военные. Огромный кинотеатр, самый большой в Барнауле. И через него протянуть меня военные, военные, боинские части набивают полностью, за мной приезжают, я в них выступаю. У всех триколера тот. Что он означает? Ни один не знает. Ни офицеры, никто. Милиция, актовый зал государственного университета. Полный зал. Офицеры, помощники прокуроров, прокуроры. УВД, органы УВД собрали специально. И что? Ни один не знает. А где? Я нигде не читал. Я просто стал думать, смотреть свет. Что означает свет красный? Да он так и называется красный. Красный угол. Кровь. Красное знамя. Кровь. Это начало. И в таком вот виде, не в таком виде, плак. Когда уже Советский Союз разрушили, стали гулять, пить, утром встали. Борис Николаевич Таерсин смотрит, а плак вот так. Да их мать. А ему говорят, все перепелись, никто и не понимает, как первый раз плак вывесили на Кремле. Тут же послали двоих более трезвых. Они повернули так, и никто и ничего не сказал даже. Вот именно в таком виде. С этим согласны. Ну да, а у нас есть неправославные. Для всех это должно быть. Для всех наций. Для всех возрастов. Для всех конфессий. Веры. На все времена. А что это такое общая для всех? Кровь. Чтобы без крови рождали, этого не было. Никогда. Нигде. А пытались облегчить роды. Ну, мертвого выкидешь, будет. Никак. Потому что это заложено, и будет что в болезни рождать. Болезнь не просто болезнь. Это кровь. Это вот теперь жизнь, это борьба. Борьба всегда борзается кровью. Советский плак. Почему он такой? Потому что все было основано на перевороте, на расстреле. Объяснили? Да, все соглашаются. А второе, второе, это синее небо. Это все понимают. Синева. Синее небо. То есть, след за этим, ты родился, тебе жизнь дали, теперь думай о небе. Помышляйте о горнем, а не о земном. Да, советские не верили. Не верили, но у них был кодекс строителя коммунизма. Из кодекса этот, допустим, 16 правил. 15 совпадали с христианством. А одно правило не совпадало, ненависть, прямо говорила, ненависть к противящимся. Мы не можем слова ненависть, взять в арсенал. А это-то тоже самое. Вот сейчас газета старая тут пользовался, и гляжу, ее звать Зира. Зира – женщина одна. Она не особо любимая была так. У ней было какое желание, все выполнилось. Закончила милицейскую школу и стала заниматься. С ней, говорит, развестись ничего не стоило. Она какого беспризорника не видела, она его домой тащит. И накормит, напоит, и главное, на труд наставит где-то. А власти никак не помогают ей. Наконец выделили ей комнату в подвале где-то. А что сделаешь? Она в обстановку нету. Она объявила голодовку, шесть дней не выходила. Шесть дней. И власти зашевелились. И дали ей возможность. А сегодня ей все преступники, все кланяются. Она сумела это сделать? То есть помышление о Вышнем. Вот это второе идет. Притом полосы равной величины. Но так как кровь у тебя будет уменьшаться, вот это у кожицы будет. Все время меньше и меньше оставаться. Воистинности будет меньше. А небо будет расширяться. Давайте по-другому объяснить. Нет этого нигде. Даже Богу ура поклонялись, когда египтяне, сирияне, там поклонялись разным божествам. Но у всех было записано, что человек рождается делать добро. Добро – это синева неба. Чтобы дела не были без... Это не без дел веры, а без дел мертва. И третье – это только у христиан. 21.10. Просчитай-ка, Владимир, кто-то, у кого есть Библия. Откровение. 21.10. Вот послушайте. Вот это вот третья полоса. Я это все думал об этом десятилетиями. Наконец полностью завершилось это исследование. Громче. 21.10. Откровение. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору». 21.10. Да. Вы неправильно назвали. Ты считаешь откровение? Да. 23.10. Вот. И вознес меня. Ну. Может, 20-я глава? Ну-ка. 20.11. Хоже так. Ну да. 20-я глава, 11.3. Виноват. На одной, то и другую меньше. 20-я глава, 11.3. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Концовка. Все. Мировая история закончилась. Великий белый престол. Думали о небе. Жил для неба. Вот он, великий белый. Ну, а дальше исчезает небо и земля. Это земля. Это небо. И оно все исчезает, остается только вечное царство. Исчезает. И бежало. Не как-то исчезает, а бежало. То есть, оно только вело. А теперь, как ненужное, устаревшее, все отошло. Концовка показывает. Вот это вот теперь заполнит полностью все. До этого это уменьшалось, крупно увеличилось, а бежало небо и земля. Всего ничего, флаг только. Ни один человек, ни военные, ни милиция, ни профессора, никто не мог ответить. Никто. А меня все время этот вопрос тревожил. В каждом знамени какие-то цвета. Что они означают? Украина там вот так вот, желтый цвет. Я стал с украинцами беседовать. Я говорю, что означает? Ну, это пшеница, подсолнечник. Ну, что это за цель? Пшеница, подсолнечник. А на севере ни пшеницы, ничего нет. А черная Германия, это русская, добывает уголь. Речь идет о смысле жизни, не уголь. Там-то люди живут, не все за на угле сидят. Заинтересовались, да? Поехали дальше. Третий стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Толкование. То есть, хотя мы обложены плотью, но пользуются неплотским оружием. Рассуждает о проповеди, показывая, что она не человеческое дело и не имеет нужды в земной помощи. Когда же говорит воинствуем, то внушает в такую мысль. Мы ведем войну и вступили в брань. Комментарии. «Апостолы проповедь считают своей спутницей, наградой, матью, матерью, рождающей чад. Там, где нет проповеди, ничего этого нет. Но только сырники и пустыни, и скатомогильник». Все. Вот что дальше? Что есть, если проповеди нет? Потерявка была. Худо или бедно. 169 дворов. Работники были. Все, и сгинуло. Ни одного не осталось дома. А сколько таких домов? Вы думаете, 2-3 дома исчезло? 81 тысяча сел деревень исчезли. Тысяча! Только в Алтайском крае 400 почти сел исчезло. Понимать надо, что государство-то еще живет. Там эти карачка бушит, а проще. Теперь идем дальше. «Проповеди, если нет, ничто не рождается. Это вера о слышании, я 10-17 времен. Ослышание от Слова Божия». Пошли. Четвертый стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спорягаем замыслы, толкование, то есть не богатство, не слава, не сладкоречие, не ласкательство, не лицемерие. Ибо таковы оружия плотские. Не сказал, но духовные. Так, конечно, должно бы сказать противоположность слову «плотские», но сильные, намекая на то, что плотские оружия слабые и бессильные. Смотри, насколько он чужд гордости. Не сказал, мы сильные, но оружие сильное Богом, то есть Бог сделал их сильными. Поскольку были гонимы и мучимы, что казалось бы, свойственно слабости, то говорит, сильные Богом. Ибо через это особенно открывается сила Бога, и Он есть действующий и сражающийся, хотя оружие носим мы. В чем же сильное? В разрушении твердынь. А каких твердынь? Об этом говорит ниже. Этими оружиями, говорит, низлагаем мудрование эллинов и их гордость, или извлекаем их умы и души из заблуждения, которым они заражены, и покоряем их истине. Так ум и надменность Арио Багита отвеличены были от нечестия и покорены благочестием. Заметь, что не сказал, употребляем стенобитные орудия, но просто разрушаем, этим показывается легкость, победа и сила оружия. Христиан-то ведь допрашивали, поэтому, когда судили, это ваше послание. Павла, знаете, ну вот, питает каждый день, ну еще я особенно скажу, ну да, и вы на разрушение. А вот когда государство склонно относится ко всяким религиям, как это называется явление? Я ию от Бога для того, чтобы утверждать вере, благодетельствуя, а не наказуя. Итак, почему ты сказал, не спровергаем замыслу? Потому что в том и состоится задание, чтобы разрушать все гнило и уничтожать препятствия. Итак, каким образом ты угрожаешь разорением, когда не получил на это власти? Преимущественно, я получил в созидании. Но если бы кто оказался неизлечимым, то мы воспользуемся и властью на разорение. Итак, если я захочу, говорит, похвалиться тем, что Бог даровал мне больше, так что я имею власть прежде всего благодетельствовать, а в случае противления наказывать, то не останусь в стыде, то есть не покажусь лжецом или горделивым. А почему он об этом говорит, как имеющий власть над ними? Потому что раньше еще он им проповедовал, а они знали, от кого получают письмо. Как имеющий власть. А власть заключается в том, что через нас вы уверовали, Слово Божие вошло в вас, и вы понимаете, я не чужой для вас. А там уже в это время новых поставили при свитерновке, и они уже, да кто-то, Павел, уже начинает его, он говорит, ну как вы Бога знаете, так и мы знаем. А дальше он скажет, я родил вас благовествованием. То есть вы мне обязаны абсолютно всем. Великое видело, что если в плотском вы поможете, соберете деньги там, отправить в Рим, когда поделились духовно. Мне это многократно говорили. Вот помогает, я скажу, ну помогает как. Бывает что-то где-то достать, там необходимо для проповеди, необходимо просто из аппаратуры где-то. Да вы для нас только сделали, это все понимают. В духовном плане даже сравнить не приходится, насколько оно дороже, важнее и опаснее. А люди, которые это получили, они это осознают. Вот мы коснулись сегодня темы, которая живая для тех, кто работает. А если ты не будешь никому говорить, никто не обратится. Ну вот начни говорить с того, что перед глазами. Вот такая погода. Если Господь благословит, в следующую субботу, я думаю, говорить проповедь о дожде. Дождь. Что такое дождь? А дождик идет, и тебе в мозги что вошло это? А дождь это вот что. Дождь ранний и поздний. Это милости Божии. Это в плотском понимание. А в духовном это еще глубже. Чтобы все это не засохло. Вот я целую неделю теперь размышляю, заранее готовлю проповедь, все места Писания, святых, как в жизни. Какую роль играет эта дождь. И чтобы только дождь пошел, у тебя внутри поплыло это все. Чтобы заговорила с нами природа, события. Ну люди даже какие там приезжают. Иногда человек растет молодой, от него и родители уже, никто не знает, что с ним сделать. Обращайте на таких детей внимание. И очень и очень непросто исправиться. Они дерзкие, независимо от того, с кем говорят, со священником, с начальством. Но в конце концов, знание нулевое, еще не знают. И в жизни ему придется невыносимо тяжело. Он везде будет восставать. А так наклонился, тебе сказали делать. Пошел, да и сделал. Все. На этом все. А я там покажу, ничего не покажешь. Это только на картинках показывать. Он пришел, где-то там один и умеет приемы делать, то другое. Вот у вас дядя был, дядя Миша. Он знал приемы, десантником был. И им пользовались люди. Вы знаете историю его? Заходя в магазин, там люди стоят и говорят, подай, подай, подай. Ну и он, видимо, что-то сказал, возникла драка. А там стоял рядом человек, держал газету. А в газете кинжал стоял. И он только где-то еще с этим бьется, с одним, трое, четверто. А этот сзади, как бросился и ударил, он сразу в сердце попал. У сына Миша. И все. Его нет, он уже до нос отлел. Я тогда о нем родителей расспрашивал. Все, и пленка была написана. Катушка, смерть. Все, смерть и святые сказали. Так у меня заказы, да нам пять смертей прислишни. Это пять катушек. А я, значит, родные, братья, отец. А отец только пришел, а где он? И встретили Мишу по-разному. А где он? В морге лежит. Как, совсем упили? Совсем. Я говорю, пришел, он грязный лежит. Видимо, упал. А только Сергей, там у него друг был. Сергей говорит, Сергей, я умираю. Умираю. И все. А он умер, ему говорит, Миша, Миша, я бы поехал в сверковь из Искитима в Новосибирск. Ты бы со мной вернулся живой. Ну и там все это, как говорят, у меня все на пленку записано. А потом все перепечатали. Очень поучительно. И вот мы это сейчас считаем золотой загадкой. По милости Божией мы этот час использовали еще две минуты. Значит, пользуйтесь возможностью, где применить ваши силы. Силы духовные. А вот так вот. Вы знаете, тот, кто, Эльзаков, кто такой? Ну, это у немцев, фашистов, там, женщина была такая, палач. И теперь, когда охранница такая, пожалуйста, в кельме, ее Эльзаков звали. Маленькая такая, ну, до того она, говорит, вшивая, ужасно. Ну и как-то проснулась, следователь, когда приезжает, за мной пришли, собирается, как, без матраса, на допрос. И когда идем дорога, у меня в кармане написано, я получил наизусть, все праздники за 20 лет вперед. И у меня лежали, она вылезка, если в следующий год, когда Пасха будет. Я здесь их вынимаю только сражение. А она до того добрая оказалась. Следователь принес там щезнокопки, а там же весы могут заболеть. И что, что-то. И она все это знает, видит и говорит, а вы берите, я вас не трону. Вот тебе и закох. Вот такие, которые были, у меня там какой-то реванг, я не знаю, были, как кажется. И освободившись, я постарался их найти и отблагодарить. То есть у него еще столько моментов, где ты можешь это говорить. Обычно, когда в камере кого-то невзлюбят, ну какая-то причина, его начинают бить, он тогда не знает, куда деваться, дверь начинает колотить. Это называется поставить на лыжи. Они там придут, что надо такое-то. Охрана его вводит, а уже вся фильма знает. Вот такой это там, Фетр Васильевич, его, он бежит от чего-то. Где-то узнали, что он делал, придал кого-то где-то. А сама с ней директор Мамонтовского рыбокомбината Север Владимир Митропавлович. Ну и вот спрашивают, когда ведут охранники на прогулку, и говорят, вам теперь не скучно двое? Да с ума сойти не можем. С утра до вечера молятся, головой только мытают, как лошадь в жаркую погоду. И он нам острелся, я, наверное, просить, я буду искать, на ноги поставили его. Я говорю, ну простите, я не могу без этого. Я никому не мешаю, а там свои койки шпот где-то. Он прямо взмолился. А потом беседовать начали смягчился. Однажды даже бумаги принес. Бумагу, я на нем саты переписал, круглый шрифт. А что пишешь там? Сюда, ты еще попал, я на голову вам прессовать будешь. Ну, теперь рисовать я буду. И мы потом познакомились, батюшка его узнал даже здесь. И вот когда он здесь вернулся, он его комбинат всталый. Разрушил, он еще не был. А тут ему рефрижератор начали с Дальнего Востока, стрибалки, и рыба. Самая тяжелая рыба была. У него и космонавты, все отдыхали. И вот теперь он вернулся, когда опять разрушили все. И пришли к нему, а он говорит, знаете что, я не знаю. Вот со мной один человек сидел, меня называют. Вот как бы он сейчас, я бы его спросил, идти мне опять директора на линию. Вот как бы он сказал, я бы так и сделал. Так неужели, Владимир Литропавлович, он по-другому. Да я знаю, он сказал бы, иди, надо восстанавливать. О, тут уже ураин. Я еще, меня там нет, я уже уехал в одно место. А он это поставил пример, и люди расположились. А кто это такое делал? Он ему все рассказывал. Как у него там прокуроры отдыхали, другие там. Ну, по тяжелой статье за изнасилование попался кто-то. Ну и на работе, а потом спрашивает прокурора, зачем он меня призвает? Ну, вот сыну грозит там, 15 лет, надо что-то делать. Взятку принес. У него там такие разыгрывались. Это все он мне рассказывал. И поэтому, работа, духовное поприще, открыто всегда и везде, где бы ты ни был. Ты вот передаешь вахту, я вижу, что вы сейчас чаще пасете. Сиди каждые вижу вашу семья пасет. Да, нет? Ну да. Да во все это такое. Я бы как-то говорил одно дело. Будьте очень внимательны. Если дети не слушаются родителей, они не слушаются и здесь, делают пакос, и вопрос серьезно стоит. Должны они быть здесь или нет? Скажешь, а я ничего не могу сделать. Однажды, вдруг я встретился с таким, ну и сделал замечание. Сделал замечание, что он сильно нехорошо сделал. Я говорю, ты это понимаешь, без комментариев. А ну, в общем, я говорю, за собой выгорать надо. Так что, а может, нет, не может, или работать не может. А он бы, пожалуй, стал бы работать с ним. Стал бы задания давать. Конечно, чтобы он вставал рано на молитву. Вот. И когда беседуете с ними, говорите о Боге. Они будут сопротивляться, а ты-то на еще не говори. Понятно? А не так, что он такое говорит, соглашайтесь. Время такое наступило. Поблагодарим Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господи, Господи, благодарите Бога, благодарим Тебя всего за нашу, за это тихо, мирно, верно, время, благодатное, которое Ты даруешь нам, Господи. Прости нам, где мы поступаем, Господи, не по словам твоему, не приступаем к заповеди, прости нас, Господи, умудви нам, чтобы благоприятно проводить время это спасение, которое даешь нам, Господи. Тебе слава, за это все милости, которые Ты даришь нам от Су-Сына и от Су-Сына, и от Су-Су-На, и от Су-Су-На, и от Су-Су-На. Аминь. Слава.